Всем привет! Продолжаю предыдущий влог и хочу показать вам, как можно использовать зеркала для интерьера, но не совсем в привычном для нас виде. Вот, я вам уже показывала в других влогах, но если вы не видели, то вот такое вот зеркало можно купить в Эпицентре и в принципе в других магазинах они тоже продаются. И использовать как подставку, как, например, подносик. Это очень красиво как для свечей, для косметики, просто делать, например, визуальные фотографии для инстаграма или использовать, например, в прихожей и на это зеркало, например, класть очки или что-то не тяжелое, чтобы оно не царапалось и не разбилось. Вот, то есть идей в принципе много, я много черпаю с Pinterest, ну, с того же инстаграма, вот, надеюсь, что вам эта информация пригодится. Вот еще один вариант использования подставочки зеркальной, можно ставить свечи, такие вот очень красивые свечи, мне нравятся. Есть еще, кстати, мужские такие фигурки, есть разные ромбы, ну и так далее, мне нравится. Вот, надо зажечь как-то, мне жалко, скажу честно. Поэтому использовать такие подставки можно по-разному, можно вот ставить, например, такие свечи на зеркало, тоже будет, ну, вот, хорошо смотреться. То есть вариантов масса, я надеюсь, что как идею вам подала, если вы еще не знали об этом. Кстати, один из вариантов еще можно использовать для украшений, вот, не такие подставочки, а именно зеркальные. То есть вы положили свои, например, драгоценности, там, цепочки, колечки, и зеркало отражает, смотрится очень красиво. У меня в инстаграме сказали, что очень любят мои рецепты. Вот один из, очень простой, детки готовили, я подключилась, потому что Ника пошла учиться. Вот мы с Демидом делали. Берете яблоки, серединку, то есть режете, серединку освобождаете, и слоеное тесто оборачиваете вокруг яблочка. И сверху желтком мажете. Дяма, он еще насыпал сахар сверху. И я вам покажу результат. Очень вкусно получается. И быстро, в принципе. А-а-а, караулит. Было бы прикольно поставить на таймлапс и смотреть, как оно подымается, потому что сейчас тесто слоена будет подыматься. Слоена тесто куплена в магазине, то есть обычное. Можете сами сделать, но я лентяй. А я, я не лентяй. А ты не лентяй, короче, а у кого нос в желтке? Смотрите, что у нас получилось. Вот, 180 градусов и буквально так 15 минут, и все. Красотища. Я еще покажу, когда мы разломаем. Смеемся на Дема. Говорит, как он сказал? Куасан. Вместо круассан говорит Куасан. Остались яблочки. Очень прикольно. Реально Дема прав, похож на круассан. Только шагнуто. Да. Внутри яблочко печеное и сверху слоеное тесто. Горячее. Достали попробовать. Вкусно, правда. У нас с Доминикой эксперимент. Так как я сейчас начинаю учиться, то все у меня там не на русском языке. И я все-все позабывала. То есть, разговаривать нужно украинскую мову с преподавателями. С педагогами. Так. Я тоже забыла, как будет учитель. Педагог. И мне надо писать реферат. Доминика поможет вернуть в мою память. Начинала учить украинский язык, по-моему, шестого класса. Да. Поэтому не могу сказать, что я там прям с первого класса, с рождения его изучаю. Но в Доминике очень красивый украинский язык. И она мне будет помогать. Я бы не сказала, что... Ну вот, как был голос. Голос очень сильно меняется, на самом деле, во время разговора. Я потом... Я сейчас покажу сначала примеры, а потом теперь расскажу свои наблюдения. А украинскую я разговариваю не так хорошо, как у российской. Я часто забываю переклад слов. Но и то, что мы спокоимся украинской школы, то я больше-менее могу нормально спокоиться украинской. Занадо много спокоиться. Ну, то-таки. И реально очень сильно меняется голос, потому что украинская мова больше милозвучная. В ней больше голосных. И на голосе отрозняются от российской. Тому вона так прямо взбудована. Дуже милозвучная. Помнишь, извини, что я перебиваю, в Инстаграм был такой пример. Чувак читал назву магазина? Да. А то у Евы, в магазине Ева, у них прямо над назвою написано «Турбота прокрасута догляд». А чувак, не зная украинскую, читает «Турбота прокрасута догляд». Это такой гарный приклад, чтобы сразумить. На самом деле, многие говорят, что у меня очень чистый, как украинский, так и русский язык. Ну, потому что на русском я говорю дома, и, в принципе, произношение у меня тоже очень... Ты просто читаешь много литературы русской. Да, мне на русском комфортнее читать. Хотя, если художественную литературу, то комфортнее читать, на самом деле, на украинском. Да. Художественная литература... А рус, на русском удобнее читать что-то по типу психологии или... Я просто Ники сейчас читала. Да. То есть, что-то такое по факту. Краткость, сестра таланта. Очень, очень уместно. Харатриндеть, уже давай примеры. Хорошо. На русском я выговорила украинскую выдачула, як я разумляю, а теперь английскую. Сейчас я вам скажу что-то, без правильной прононсации и без русского языка. Какой язык я знаю? Я не знаю. Требо сгадать, який язык я знаю. Вот, например, можно сказать что-то японское. Что такое язык? Она с айфоном разговаривает на японском. И вы видите, как действительно меняется голос? Французский что-то... Ты же учила французский чуть-чуть? Больше языков не знаю, да? Я два года учила немецкую. Я ничего не запомнитала. Крим и Хайси Домника, и Кадзе. Кадзе и Папагей. Папагей. Кадзе кошка. Папагей попугай. Все. За два года. Да, мы, кстати, перевели ее с одного лицея в другой, только потому что... Она не могла учить. Да, она плакала и говорит, пожалуйста, я не могу. Не хочу. Ну вот я и сейчас не понимаю, почему, в принципе. Я сейчас не вижу никакой сложности в изучении французского или немецкого. Английский, французский, немецкий, итальянский. Они отличаются только глаголами, то есть окончанием, то есть какими-то грамматическими особенностями и переводом. То есть, а в целом это практически одинаковые языки. Ну, для меня лично так. А, ну и забыла еще рассказать, что почему голос меняется. Ну, это мои наблюдения. Это мне так показалось. Не знаю, как на самом деле. Ну, в каждом языке он построен так, что в нем есть своя последовательность голосных и проголосных. Я не знаю, как будто российская. Есть своя последовательность гласных и негласных. Гласных. Мне так нравится. Что тебе нравится? Смешение, знаешь, ты как так... Это когда человек думает на русском, потом думает на... А, английском, то есть на разных языках. Я уже мало не свернулась до ней на английский. А, так вот, я же говорила на русском вообще об этом, да. Чтобы всем было понятней. Хочу, по чем буду сразумели, что украинский... Ютуб 50 на 50 много смотрит с Россией, а Инстаграм там 86% с Украины. Да. Хорошо. Каждый язык построен так, что в нем есть своя последовательность гласных и негласных. И свое ударение, то есть, ну, например, в французском большинство ударений идут на последние слоги. Слоги. Ты меня исправляешь, я тебя, все нормально. Вот. В японском идет последовательность. То есть, во-первых, у них нету некоторых букв, которые есть у нас. Это первое. У них нету буквы L. Да, они ее заменяют на R. И вообще, то есть, оно так перетекает, что оно звучит очень по-странному. И у них идет последовательность. Большинство слогов складываются именно из... Голосной. Голосной это просто гласный. Гласный и негласный. То есть, например, ва-та-щи. То есть, идут они по очереди. И в украинском намного больше гласных. И они тоже, опять же, такие последовательность. Немецкий. Почему он кажется грубым? Потому что в нем просто-напросто очень много негласных. Также самые русские тоже многие считают грубым из-за нашего произношения. И из-за букв. У нас очень много букв, которых нету. Например, Y. Ну, никто не может сказать, ну, это буква Y. Конечно, американцы, когда слышат букву Y, им страшно. Они вообще русских боятся. Вот. Вот. И такое обилие букв, которых нету. В их алфавите 23 буквы. Кстати, нету, слово нету. Есть слово нет. Я не знала. Так самое интересное, что, как бы, я знаю, что правильно нет, а не нету. И я часто использую нету. Вот при разговоре, снимаю сторис. Я вообще никогда даже не знала, что нету слова нету. Ну, есть. Так вот, у нас 33 буквы, а у них 23. Понятное дело, что... 10 плюс 10. Поэтому вот это так. Очень я обобщила и так абстрактно рассказала. Но плюс-минус, я думаю, суть понятна. Ребят, 10 минут мы говорили о языках. Надеюсь, что вам это зашло и понравилось, и вы не перемотали. Если это так, поставьте пальчик вверх. Мы поймём, что трендить на камеру можно. И напишите в комментарии, слушали ли вы всю эту лекцию, Доминики. Да, ну вообще я очень люблю читать такие лекции. Но в Ютьюбе ты можешь сделать, типа, подписать, что с такого-то монолог закончится, вот тайм-код. Да, можно так сделать. Просто мы с Никой спрашивали. Ну вообще, прежде чем записать, надо сформулировать предложение. И не надо, как я сейчас, просто переливать с пустого в порожнее. Это не с пустого в порожнее. Ну я говорила, я очень часто повторялась и говорила не по теме. А ещё ты самокритичная. Но я такая же, я знаю, от кого это у тебя. Ребят, возвращаясь к этому. Вы всё-таки мне напишите в комментарии, нравятся ли вам такие вещи. И стоит ли наши разговоры снимать. Потому что, ну, вот так мы с Никой общаемся. То есть мы вечерами можем вот так вот просто трендить. Так что, если что, напишите в комментарии. Что ты делаешь? Ты видео снимаешь? Ну да. Как ты жопа, я на волокон. А, да. Вот пацаны. Пришёл, разделся, бросил. Так всё время. Ой, мамочки. И трусы валяются, носки валяются. Господи. Типичный пацан. А потом вырастет и будет маленьким мужичком, разбрасывающим кругом носки. Так, я надеюсь, что мне голову не режут. Хочу вам показать вещи. Димита, которая купила... Ну, то есть заказала их на сайте Сенсей. И приехали они с Польши. Случайно в Инстаграм увидела рекламу. Перешла и смотрела на цену. Сенсей я покупаю себе и Доминики. В торговых центрах есть магазины. Есть магазин в районе. Это на Трещине торговый центр небольшой. И есть в проспекте. Так как я живу ближе к левому берегу. То есть на левой стороне. Я не знаю, на правом. Скорее всего, что, например, в Лавини Молл есть Сенсей. Я не гуглила, я не знаю. Может быть, вы, кто из Киева, мне подскажет. Может быть, там есть детский отдел. Потому что в этих двух магазинах Сенсей детского отдела нет. Поэтому офлайн я детские вещи не видела, никогда не покупала. А тут посмотрела на цены. Я знаю, что Сенсей довольно неплохое качество. Есть не очень, а есть довольно неплохое. Я думаю, дай-ка я попробую и закажу. Вещи шли чуть больше недели. Ну, где-то неделя. И шли они МЭЦ. Доставка МЭЦ. Если больше, по-моему, 900 или 70 или 950, я точно не помню. Если заказываете больше, чем на эту сумму, то доставка бесплатная. У меня было 1134 гривны. И заказала я... Не знаю, как есть. Да, есть накладная. Пришлось в этом пакете. И по накладной у меня здесь шесть позиций. Вот. Штаны, чинусы, спортивные штаны, лонгслив для мальчиков, футболка, еще штаны и коричневые сникеры. Тут написано, откуда шла посылка. Это Гданск, Польша. Вот. Теперь показываю вам. Так, надо поближе. Я заказала 31 размер. Они чуть великоваты, буквально чуть-чуть. Но я не знала, какие детские вещи маломерят или они полномерные. Мне кто-то из подписчиц говорили, что вещи маломерят. И поэтому я взяла чуть больше. Вот. В принципе, можно брать по размеру. У Демида 128. Я взяла 134 вещи. И обувь у него, ну, размер 30-31. 31 размер. Хотя я и покупаю Демиду 31-30. Но они на него чуть великоваты. Поэтому я не могу сказать, что маломерят. Ну, вот обувь и вещи тоже не маломерят. Вот, например, этот лонгслив 134. Я вчера примерила на Демида. Он на него велик. Поэтому, в принципе, идет размер в размер. Вот. в носке, в стирке. Посмотрим. Но девочки мне писали, когда я в Инстаграм показала не вещи. Вещи я показываю здесь, только в Ютубе. Я показала свой заказ. И мне девочки начали писать, что заказывают давно. И качество вещей детских очень нравится. Тем более за такие деньги. Ну, реально. Столько вещей за 1000 гривен, это в наше время, это ни о чем. Вот. Это все хлопок. Это даже, ну, как бы летом можно носить. Вот. Вот эти вот штаны Демиду очень понравились. Здесь эти шли двое. И цена у них 250 гривен. То есть двое штанов 250 гривен, прикиньте. Тут уже трехнитка. Сейчас покажу. То есть не флисик, а трехниточка. Они менее теплые, но как раз тоже для лета. Если не шорты, например. Потому что я летом Демиду тоже одеваю штаны. Там вечером или когда мы где-то там гуляем. Вот. Или когда он катается на велике или на чем-то, когда падает, чтобы лучше пусть порвется штанина, нежели разобьет коленку. Хотя пацанам надо бить, наверное, коленки. Я вчера посмотрела фильм Батя. В инстаграм вам выложила свои впечатления и посоветовала посмотреть. Поэтому, если вы не читаете меня в инстаграм, то посмотрите фильм Батя. Вот. Вот такие вот штаны получаются. Вот эти вот красные. И вот такие вот чинусы. Такие брючки. Я думаю, что они даже к школе будут. Вот такой нитки, короче. А нет, это просто ниточка. Ну, как вам сказать? Я не могу сказать, что качество прям ужас какой-то. Но и не супер-пупер. То есть, вот тут вот есть ниточки. А нет. Тоже нет. Нет. Но все-таки ниточки есть. Они вот так вот вылазят. Надо их подрезать. Где-то есть, где-то нет. Вот тут, например, со швами все в порядке. Ну, ребят, это не выходной вариант. Я в любом случае покупала это, как я называю, это расходники. Вот. Для чего? Детский сад. Во дворе мотаться. И вот эти вот взяла просто. Ну, думаю, посмотрю. Мне понравилось. Я люблю. И Димит любит. Когда карманы вот такие вот. Плюс тут можно затянуть. Есть резиночка. Да. Я думаю, что мы даже в школу первое время не будем ходить. Футболка. Прикольная такая. Мне нравится материал. Мягко. Все очень мягенько. Да. Это вообще очень мягко. И цена футболки была... Футболка стоила 69 гривен. Представляете? 69 гривен для футболочки. Вообще хорошо. Мамоле. Да. Есть интернет. Интернет? Я не знаю. А что пропал? Ну, не знаю. Куда-то пропал. Куда-то что? В космос. В космос улетел. Да. Сейчас на улице жутко сразу же потемнело и метель. Капец. Футболка 69 гривен. Лонгслифт 89 гривен. Представьте. Эти брюки стоят 200 гривен, 199. Эти красные штаны 150 гривен. И вот эти вот штаны 250 гривен. То есть они идут в пара. И вот эта вот обувь 350 гривен. Сникеры. Это не кожа, но я все равно идемки покупаю. Есть кожаная у него обувь. Она больше идет, наверное, на выход. И играет он в футбол в такой обуви, ну, в кожаной. Такую я ему одеваю там в садик или когда мы мотаемся просто на велосипеде. Ну, то есть по-разному. Так что я надеюсь, что полезно было. А ссылку я попробую найти. Потому что у меня на e-mail осталось. Ну, заказ я сделала. Чтобы официально. Вот. То есть это не реклама, не подумайте. Это просто я заказала и, думаю, поделюсь с вами. Также у Демида тоже есть обновочки. Я, наверное, сейчас вам тоже их покажу. Для чего? Потому что сейчас уже весна. И многие мамы подбирают гардероб для своих деток. Поэтому думаю, что будут полезны эти моменты. Курточки. Куда Дема делал куртку, которую мы сегодня одевали? Дема, куда ты делал куртку свою? Кожаную. А? Давай. Так, я, наверное, подостаю. Потому что вообще ничего не видно. Конец марта. Погодка, да? Так. По поводу курток. Джинсовка. Вот такая вот я. Не знаю, откуда это. Потому что вот эти вещи, которые я сейчас вам показываю. Это покупал молодой человек Демиду. Поэтому я... Некоторые знаю, откуда. Некоторые не знают. Это не знаю, откуда. Поэтому, наверное, без толку показывать. Так. Это деним. Тоже не знаю, откуда. Но мы сейчас найдем. Сейчас мы найдем. Или не найдем. Сори. Сейчас. Так. Рукава у нее такие же, как и капюшон. Капюшон можно отстегнуть. Дальше. Вот это вот H&M. Но я, похоже, видела в резерв. Резерв в рекламе видела. В инстаграм. Она была такая, как больше рокерская. Это поспокойней. И здесь капюшон, который можно пристегнуть на липучках. Можно отстегнуть. Сто тридцать четыре. Он сегодня ее одевал на свитшот. И было классно. Поэтому, в принципе, сто тридцать четыре для верхней одежды. Очень даже прикольно. Вот это, конечно, пацаны очень любят. Тем более в том возрасте, в котором Дема сейчас. С этой чей Дем. Вот. Человек-паук. Любимый герой. Дальше. Футболки. Футболки, футболки. Найк. Такая футболочка. Она просто бегает. Занимается футболом, поэтому... Это тоже. Найк. Размер С. И это размер Сичка. Это спортивный костюм. Появился, по-моему, еще год назад. Да, год назад. И тогда были скидки в магазине. Мы зашли в магазин. И Демку одел. Тогда Демке было велико. А сейчас в самый раз. Уже примеряли. Вот. Тут размер 128. Но он такой, как бы, больше мерит. Вот. И сейчас, как бы, для весны вообще будет хорошо. Потому что он такой... Даже уже сейчас можно, в принципе, одевать. Довольно теплый. Это тоже теплый костюм. Спортивный. Найк. Размер здесь XS. 122-128. Но почему-то спортивные вещи, они чуть-чуть велики. Видите, что мы как носим? Потому что, ну, велико. Хотя размер 122-128. Удивительно. Я думаю, что еще до осени сможем поносить. Так что Демка одет. И еще у него есть такая вот оба. И я себе тоже такие хочу, скажу честно, потому что они очень классные. Вот. Адидас и размер здесь 32. Ну, вот удивительно. Я измеряла те 31, и эти 32, они один в один. То есть получается, что Адидас чуть-чуть маломерят. Ну, так выходит. Ну, вот так вот. Так что Демка одет. Надеюсь, что это видео вам полезно, потому что вы мне спрашивали по поводу Никиной одежды, Демкиной, моей. То есть девочки же смотрят. Да, девочки любят шмотки. И детей одевать тоже любят, поэтому. Поэтому, надеюсь, полезно было.